МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский в студии Гульнур Жакен. В начале выпуска коротко о главных событиях. Международная научно-практическая конференция, посвященная 350-летию Каздауста Хазбекби, стартовала в Караганде. Отечественные и зарубежные ученые обсуждали культурное наследие выдающегося государственного деятеля. Отопительный сезон в Карагандинской области проходит согласно графику. Но по-прежнему повышенное внимание властей вызывает работа Тимиртауская ТЭЦ-2. Команда КВН Щетского района стала обладателем 300 тысяч тенге и Кубка Кима Карагандинской области. Восемь команд приняли участие в республиканском фестивале КВН. Хазбекби вошел в историю как мудрый и справедливый би, смелый и отважный батар. В нынешнем году отмечается 350-летний юбилей со дня его рождения. 25 октября состоялось возложение цветов к памятнику выдающемуся государственному деятелю. Перед собравшимися выступили видные представители научного сообщества, студенческой молодежи и общественные деятели. Они отметили неоценимый вклад Казбекби в формирование казахской государственности. Уже три месяца как проводятся различные мероприятия, посвященные 350-летнему юбилею Казбекби. Такие люди, как Айтикеби, Казбекби, Толеби являются великими. Благодаря им наш народ одержал победу над джунгарами. Они оставили нам богатое наследие. Казбекби был дипломатом, батыром. Казбекби вошел в историю как мудрый и справедливый бей, смелый и отважный батыр. Хан Тауке назначил Казбека главным беем среднего жуза. Долгое время он являлся одним из влиятельных членов ханского совета при Тауке, после смерти которого принимал активное участие в политической жизни страны. Оставался советником по внешней и внутренней политике при трех ханах. В Государственном университете стартовала международная конференция, названная «Деятельность и творчество великого казахского мыслителя Казбекби как важный фактор модернизации общественного сознания». В работе конференции принимают участие видные казахстанские и зарубежные ученые. Сразу три издания, посвященные 350-летию Казбекби, были представлены в фойе. Соавтором одной из них является доктор исторических наук, профессор Евразийского университета имени Гумилева Максат Алпызбес. По его словам, данная книга – это попытка скомпоновать все имеющиеся документы о деятельности Казбекби для удобного использования. Поэтому раздел этой книги, хотя она называется «Каздауст Казбекби и его историческое время», но на этих документах мы хотели показать, что это эпоха 18 века, время казахо-джунгарских войн, время казахского героизма в защите территории во времена правления Аблайхана и сподвижников Каздауст Казбекби и Бухаржурав. Какие события политического, социально-экономического, военного характера происходили в степи и в данном случае в Сарарке. Выступая с приветственной речью к участникам конференции, глава региона Ерлан Кушанов отметил, что нынешний год стал особенным для всех казахстанцев. С 2017 года мы встали на путь модернизации общественного сознания. И этот путь мы проходим через осмысление истоков. Одним из таких источников является наследие Казбекби. Первые условия модернизации нового типа – это сохранение своей культуры, собственного национального кода. Казбекби для всего казахского народа символизирует правосудие в первую очередь. Поэтому сегодня в одной из секций будет обсуждаться история права и возможность применения этого опыта в сегодняшних реалиях. Казбекби прославился как искусственный политик и тонкий дипломат. Его роль в построении политических и дипломатических отношений также будет рассмотрена в ходе конференции. Мы как организаторы ставим в себе цель создать площадку, на которой ученые смогут рассмотреть наследие Казбекби через призму современности. На конференции было особо отмечено, что деятельность Казбекби интересна не только отечественным исследователям, а его наследие является общемировым достоянием. В работе конференции активное участие приняли зарубежные ученые. Среди них профессор Омского государственного университета имени Достоевского Юрий Сорокин. Моя задача будет состоять в следующем. Некоторые общие положения, которые иногда приняты на веру и которые, тем не менее, господствуют в современных научных исторических представлениях, все еще нужно наполнять конкретным содержанием. А когда эти общие формулы наполняются конкретным содержанием, сами эти общие формулы немного видоизменяются. И вот эта диалектика взаимоотношений факта и теоретического осмысления факта – это вот то, чем и занимается история, и то, чем сегодня может заниматься я. Для большинства казахстанцев Казбекби – это видный общественный деятель, оратор, чье культурное наследие сыграло важную роль в истории страны. Его юбилею Карагандинская область посвятила целую серию мероприятий, которые завершатся презентацией фильма о жизни и деятельности Казбекби. Премьера фильма пройдет в ближайшее время в Астане. Андрей Тенжа, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Карагандинском областном историко-краеведческом музее проходит выставка «Атадан-Калган-Ас-Салмура», посвященная также 350-летию Казбекби. Свои экспонаты привез Национальный музей Республики Казахстан. Среди наиболее уникальных экспонатов – шапан, принадлежавший Казбекби. Центральное место в экспозиции занимает чепан великого оратора и общественного деятеля Каздаусты Казбекби. Раритетную вещь, сохранившуюся с древних времен, передал прямой потомок в шестом покорении – Алтын Кужахметов, житель села Игин-де-Булак Каркаралинского района. На реставрацию чепана ушло два года. По мнению академика Казбека Каскенова, трансформация общественного сознания начинается с новой точки отправления. Историческая память играет здесь главную роль. То есть мы не хуже, а лучше других. Начиная со времен Атилы, Арии, Гуны, Саки, Сарматы, всего исторического сознания, Бейбарс, Бабур, Альфа-Раби, ну и десятки других до сегодняшнего дня, Абаяш, Акериб, в числе их находится и Казбекби. Чепан Казбекби 300 лет передавался из поколения в поколение. Считался святыней, через которую его потомки держали связь с предком. Были времена, когда чепан приходилось опускать в колодец и зарывать в землю, чтобы сохранить. Казбекби был не только политическим и общественным деятелем. Известно, что в 14 лет он покорил своим умом Балдыхана, когда вел с ним переговоры о мире и сотрудничестве. Казбекби был и научным деятелем. Со времен Альфа-Раби, Юсуфа-Баласагуни, Чарского уложения, Ессы, Чингисхана, Есимхан, Хасимхан, фактически он к 17 веку, они сформировали правовую культуру, новую правовую культуру становления казахской государственности. А главная цель выставки – укрепление культурных связей с регионами, популяризация музейного дела. Выставка организована при содействии Министерства культуры и спорта Республики Казахстан и Управления культуры Карагандинской области. Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. К другим новостям. Отопительный сезон в Карагандинской области проходит согласно графику. Такое заявление сделали в областном Акимате. Теплостанция региона работает в штатном режиме, но по-прежнему повышенное внимание властей вызывает работа Тимиртаусской ТЭЦ-2. На всех теплостанциях Карагандинской области поддерживается неснижаемый запас топлива. В соответствии с температурой наружного воздуха на станциях в работе находятся 33 котла, 29 турбин. В резерве 12 котлов и 2 турбины. Такие данные на очередном аппаратном совещании привел заместитель Акима области Анатолий Шкарупа. Пристальное внимание обращено на работу Тимиртаусской станции ТЭЦ-2. Поэтому сроки завершения ремонта по шестому году надо поддерживать. Также на контроле властей находится ситуация с углем. Но не в части дефицита, как такового дефицита нет, заявил Анатолий Шкарупа, а в части ценообразования. Формированием розничной цены на уголь заинтересовались даже в правительстве. На аппаратном совещании также обсудили распределение земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. В микрорайоне Кунгей в декабре начнут распределять 200 участков. Аким Карагандинской области Ерлан Кушанов поинтересовался, почему в сравнении с другими городами в Караганде распределяют под индивидуальное жилищное строительство так мало земель. На этот вопрос ответил Аким Караганды Нурлан Аубакиров. Кроме того, мы определили 260 участков, которые на трёх площадках про главного музея, и первые 100 участков, которые уже подъявили, мы на них уже объявили, выбрали тип. Комнар с погодом, когда были привязки, это уже аппетит один, где всё есть. То есть есть там электричество, есть там вода и есть там канализация. Всего для постройки частных жилых домов в Караганде предназначены более 5700 земельных участков. В очереди стоят свыше 11 тысяч карагандинцев. Участки под индивидуальное строительство в нашем городе не выдавались с 2007 года, из-за того, что к ним не подведены коммуникации. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. В Караганде проходит трёхдневный зональный семинар-тренинг на тему модернизации общественного сознания «Региональный контекст». Семинар направлен на повышение профессиональных знаний и навыков государственных служащих. Обучение проходит под эгидой Ассамблеи народа Казахстана. Организатором семинара-тренинга стал Центр по изучению межэтнических и межконфессиональных отношений в Центрально-Азиатском регионе Академии Государственного управления при Президенте Республики Казахстан. Служители, а это представители всех районов и городов Карагандинской области, прослушали лекции и беседы, участвовали в тренингах, дискуссиях, практических занятиях. Мы будем рассматривать несколько блоков, скажем так, которые развивают тему рухани-жангру. Во-первых, это переход казахского языка на латиницу. Это имплементация тех ценностей, которые обоснованы в программе рухани-жангру. Как они будут проходить через деятельность государственных служащих. Как это будет реализовываться в конкретных проектах и программах. Директор Республиканского координационно-методического центра развития языков имени Шаяхметова Ербол Тлешев в своей лекции разъяснил необходимость перехода казахского алфавита на латинскую графику. Он также ответил на множество вопросов участников. Все вместе решали, кому из казахстанцев будет тяжелее всего при переходе на латиницу. Вывод был неожиданным. Когда задают вопрос, а как мы будем это все делать, я попробовала проходить через проект у своей семьи. И оказалось, что самое сложное будет на самом деле не мне, не моим старшим детям, а младшим детям. Потому что они только начали первые, вторые, правда, и не только сейчас начинают разговаривать, что такое язык, что такое. А главное, что вынесут слушатели после трехдневного семинара умение владеть технологиями реализации государственной политики в сфере общественного согласия и общенационального единства и задач, поставленных президентом страны в программной статье «Взгляд в будущее», «Модернизация общественного сознания», а также обсуждение итогов работы 25-й сессии Ассамблеи народа Казахстана. По окончании семинара тренинга слушатели получат сертификаты. Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Содействие в развитии казахского языка и казахской национальной культуры, творческих способностей молодежи, реализации их интеллектуального потенциала, воспитания патриотических чувств у молодого поколения. Такова главная цель фестиваля КВН. Восемь команд со всей республики приняли участие в игре на Кубок Акима Карагандинской области. Игры КВН на призы Акима Карагандинской области традиционно проводятся в нашем регионе каждый год. Главная особенность нынешнего года в том, что помимо главного приза учреждено 4 призовых места. Кроме того, в этот раз на игры приглашен президент Казахстанского союза команд КВН Есен Елеукен. Он отметил, что в Карагандинском регионе КВНовское движение ослабевает. К сожалению, в Карагандинской области стали меньше проходить такие масштабные мероприятия, как нынешний фестиваль КВН. Ведь именно в таких мероприятиях молодежь развивается и идет в правильном русле. В Караганде много талантливых людей, им надо давать возможность попробовать и развивать себя. Помимо известных команд нашего региона, в играх приняли участие команда Туран Астана и команда Жаназен из Западного Казахстана. Публика была в восторге от искрометного юмора участников. В своих номерах они рассказали о своей жизни, о политике, о событиях, происходящих в жизни общества. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ По результатам двухчасовой игры команда Шетского района стала обладателем главного приза Кубка Акима Карагандинской области и денежного приза в размере 300 тысяч тенге. Участник команды Туран Астана выиграл 50 тысяч тенге, став лучшим игроком. Призы имени Казабек Би и Айтики Би достались команде Карагандинского экономического университета и команде Жаназен из Западного Казахстана. Андрей Ден, Жасулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. К другим новостям. Национальный банк Казахстана выпускает в обращении памятные серебряные монеты Брай Алтенцарин номиналом 500 тенге. Монета продолжает серию изобразительное искусство Казахстана. В дизайне монеты использовано изображение мозаичного панно работы под руководством скульптора Твердохлебова. Монета имеет прямоугольную форму, изготовлена из серебра 925-й пробы. В Нацбанке отмечают, что памятные монеты предназначены для продажи по коллекционной стоимости. Они выпускаются в сувенирной упаковке и снабжены сертификатом качества. Стоимость монеты 14300 тенге. Размер банкноты 35 на 45 миллиметров. На оборотной стороне, то есть реверсе монеты, изображено мозаичное панно, посвященное выдающимся просветителю Брайу Алтенцарину. Боковая поверхность гурта является гладкой, без рифлений. Тираж данной монеты выпущен 3000 штук. Монету можно приобрести во всех филиалах Национального банка, либо также в городе Караганда по адресу Бухар-Жжау-19. В банке также отмечают, что памятные монеты обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан. По всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета. В Караганде продолжается активное обсуждение перехода казахского языка на латинскую графику. Участвуют в этом не только ученые, филологи, журналисты и педагоги. Своё мнение высказывают и судьи. В областной детско-юношеской библиотеке имени Бектурова со студентами встретился судья областного суда. Еще в 1864 году великий казахский этнограф и исследователь Шокан Уалихана в своих записках о судебной реформе писал, «Усвоение европейского, общечеловеческого просвещения и энергичная борьба с препятствиями, мешающими достижению этих целей, должно составлять конечную цель всякого народа, способного к развитию. Иначе говоря, открытия и достижения мирового масштаба перестают быть собственностью одного народа». Об этом студентам колледжа рассказал судья областного суда Марат Азбанбаев. «Латинская графика принадлежит не только тому народу, с которого оно сделало свое развитие, но и всему человечеству. Потому что латинская графика тоже имела переходные периоды. Древний архи-латынь, классический латынь, средний латынь, современный латынь, романизированный латынь. То есть латинский язык подразделяется на несколько этапов в своем развитии. Оно тоже прошло. И самая латинская графика тоже была взята вообще-то у этрусков, народ, который проживал на этой территории». Стоит отметить, что судья Азбанбаев не впервые участвует в обсуждении вопроса перехода на латиницу. Он считает, что в завершении формирования алфавита изменится не только графика, но и правила. И здесь действительно важно сохранить звучание казахского языка. Большую роль играет и восприятие языка. Поэтому этот вопрос будет решаться не одним месяцем или годом, зато труд будет совместным. Не раз отмечалось, что ни в одной стране мира переход на другую графику не обсуждался всенародно. Переход государственного языка на латинскую графику нацелен на качественную модернизацию языка и обусловлен объективными факторами. Кроме того, реформа казахского языка является одним из важных вопросов программы модернизации общественного сознания. Андрей Тенжа, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова